МИЛЛИОН, Артур, МИЛЛИОН! Всем привет! И ты попал на канал ВИЛКА, это значит, что нужно для себя взять печеньки и готовиться к лучшему времени при преждении за день. А мы продолжаем с тобой смотреть Друзья Ангелов. Это первый сезон, вторая серия, и значит, ты готов превратиться. Превратиться в кого? В ангела? Да. А из нас кто ты, ангел или демон? Я? Я демон. Я это, я Дамблдор. Нет, ты демон, я ангел. Почему? Хочешь такой? Я вообще сама доброта, я же самый вообще милый на канале. Нет, ты всё время ругаешься на меня. На тебя, так по поводу вообще-то? Не беспричинно? Ты вот как этот вот, этот вот демон. Я думала, ты скажешь, ты как кокс. Ты как демон, гадишь где-то тут? Я тебя ругаю, конечно. Порядок должен быть всегда и везде. Гадишь где-то. Где? Не знаю, где, где-то вот здесь. Короче, смотрели мы первую серию только что, сразу смотрим вторую. Да. Пока прикольно. Пока нравится. Пока прикольно, да, музыка. Главное, чтобы со звуком не было проблем. Главное, чтобы они научились хотя бы ко второй серии сводить звук. Кстати, написано, смотри, мультфильм для детей. Ангелы. 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 Эваспорт. Ангелы. Поец и хора, так веселей. Мы же ангелы. Когда мы вместе, мы всех сильнее. В мире этом большом, побеждает любовь, побеждает добро. Приключения ждут, мы команда одна. Как же нам повезло. Нам не страшны враги, дело лято. Так вперёд, друзья. Школа научит нас секретом. Мы одна семья. Между добром и злом Мы на грани балансируем. Что же теперь нас ждёт? Смотри, в новой серии. Друзья навсегда. Я это сделала, Кокс! Я надеюсь, я надеюсь, это друзья навсегда, это она про вот этого демона. Что они с ним подружатся в этой серии. Я перешла на следующий уровень, и теперь я снова дома. На следующий уровень? Так бы за одну серию перешла? Мама будет так гордиться моим новым нимбом! Нифига себе, она выкачается. Это пока нас не было. Прошла серия. Она в этой серии ещё мало того, что проиграла, так ещё и на следующий уровень перешла за проигрыш. Да, это... Это нам в прошлой серии одно показали, а у неё уже 10 таких было, и она постоянно выигрывала. Понятно? Поэтому заслужил нимб. Такое. Как же здорово снова быть дома! У тебя светофор покатится. В ремонтную службу надо звонить. Мам, это я, Раф. Я вернулась. А? Странно, её нет. Где же она? Замолчи, Кокс. Не говори такое даже в шутку. А, теперь я поняла. Она решила меня разыграть. Она где-то прячется, а потом выскочит и испугает меня. Мам, ты здесь? Похоже, мамы и правда нет. Я ничего не понимаю. Наконец-то ты поняла. Ей надоело тебя ждать, и она ушла. Все ушли. Ты теперь совсем одна, Раф. Это неправда. Замолчи. Я тебя не слушаю. Не слушаю. Ты теперь совсем одна, Раф. Кошмар, что ли? Да. Что? Что происходит? Что это? Одна навсегда. Нет! Нет, нет! Тебе приснился страшный сон? Я не знала, что ей сказать. Я так и не понимала, что не нужно много говорить, чтобы твоя подруга тебя поняла. Ничего, если ты не хочешь мне ничего рассказывать. Я знаю, что ты чувствуешь. Мне тоже снятся кошмары. Это бывает у всех. Ури, откуда ты знаешь, что мне снился кошмар? Ты ворочалась и кричала во сне. Я не знала, разбудить тебя или нет. Я так и знала. Ты сделала фотографию моего кошмара твоим фотоаппаратом сновидений. Теперь я понимаю, что это была за странная вспышка. Как ты могла? Ты же моя подруга. Прости меня, Раф. Я знаю, что неправильно поступила. Прости меня. Ладно, ничего страшного. Это был всего лишь дурной сон, Раф. Вот увидишь. Сига себе, какая техника. Можно сфоткать, типа, чужой сон. Странно, да? Ну, странно, да. А как правильно подобрать траквус так, чтобы... Это, наверное, она должна попасть в её сон, чтобы сфоткать, что ли? Не, она, типа, вот ты спишь, тебя так со стороны фоткают, и потом... Попадают в твой сон. И потом видят твой кадр из твоего сна. Просто вопрос в том, как правильно определить, с какой стороны фоткать, чтобы сфоткать не твой затылок, например, а именно то, что там происходит. Я на днях тоже, короче, спал. Я во сне прыгнул, а прыгнул в реале. Ну, типа, я такой сплю, ну, как бы прыгаю, что-то там. И в реале прям дёрнулся жёстко так. Это прям испугался. Отпрыгнул. Да, прям этот, мне так, это, адреналин подскочил, то, что я куда-то лечу. Ты обязательно перейдёшь на следующий уровень. Спасибо за поддержку, но ты знаешь, что всё зависит от поведения Эндрю. А я опять проиграла в схватке с дьяволами. Ну и что, если бы ты знала, сколько раз я проигрывала дьяволам. Я Микки. Привет. Привет. А это сладкое. Её так зовут. Сладкое. Я сладкое, как сахар, как пирожные, как шоколадный торт, как мать. Это из этого, вот этот, Твайс? Оттуда она пришла. А я подумала про сладость собаку, корги, королевы. Королева Англии были собачки, одну из которых звали Сахарок. Или сладость. Не Сахарок. Он был тоже, и сладость была, да, да, да. Мороженое. Мороженое ведь сладкое. Мы поняли, сладкое, замолчи. Наконец-то ты улыбнулась. Я Раф, а это Ури. Я ей только жаловалась на... Если я права, то демон, против которого ты борешься, тот ещё пройдоха. Его зовут Сульфус. Он постоянно меня обманывает. Интересно, у них вот цвет крыльев как-то с рождения по... От родителей переходят генетически, или их можно как-то менять, красить? Потому что вот прикинь, вот насколько это вообще тебя... Вот у неё крыль розовый, она потом такая по жизни, блин, ну что под цвет крыльев розовых, надо в розовое всё ходить. И хоть типа в розовый. Так у них и нимбы под цвет крыльев? Нет, нет, у них нимбы это какая-то степень, понимаешь? Ты типа, если ты такой пососный ангел, то у тебя серые цветы. А я думала просто за счёт того, что яркий, неяркий. Не, мне кажется, цвет нимбы определяется именно вот степенью мастерства твоего звания. Ты типа школьник, там студент, грубо говоря, уже там сам взрослый какой-нибудь, профессор магии и тому подобное. Мне кажется, это так, потому что пока что как будто у всех опытных нам показывали золотые. А то, кстати, у розового не помню какой ним. Как и все демоны на свете, послушай меня, уровень, на котором ты находишься, очень трудный. Многим не удаётся перейти на следующие с первой попытки. Правда? Ты знаешь кого-то, кто провалился? Я знаю! Микки! Она повторяет этот уровень! К сожалению, это правда. Но из-за этого я поняла кое-что очень важное. Никогда нельзя сдаваться только потому, что проиграла схватку. Поэтому... Нет, вот смотри, у неё тоже розовый. Может быть, реально от цвет крыльев зависит? Что-то... Вот это вот как-то недообъяснили пока в первой серии, непонятно. Да, он должен светиться. Она в первой серии сказала, типа, у тебя светится нюктик. А я думала, у неё светится, типа, жёлтый. Поэтому она такая, вау, жёлтый, а у неё всего лишь синий. Расправь свои крылья, у тебя всё получится. А если у меня не получится? Если я снова проиграю? Хватит тебе сидеть и жалеть себя, Раф. Действуй. И помни, если тебе понадобится помощь, ты всегда можешь на нас рассчитывать. Точно, только позови, мы придём. Но так же нельзя, я не могу звать вас каждый раз, когда у меня не получается что-то. Ну, не каждый раз, конечно же. Но если ты попала в серьёзную передрягу, зови нас, и мы тебе поможем. Потому что я знаю девиз. Друзья-ангелы всегда вместе. Я надеюсь, ты готов, Сульфус? Я иду. Поэтому никогда и ни за что нельзя кому-то верить. Надо любить себя и чихать на всех остальных. Вот главное, чему вы должны научить людей. Вопросы? Сульфус, я рада, что тебе скучно. Прекрасно, продолжай в том же духе. Остальным следовало брать Сульфуса пример. Я понимаю, профессор. Просто я не могу отвлекаться, когда вы говорите. Вы не сердитесь на Гаса, он не виноват. Не все же такие классные, как я. Мания величия у тебя. Спасибо, Кабире. А у тебя нет для меня комплимента, Кабали? Что, я что-то пропустила? Весь урок очень хорошо. Мы говорили про эгоизм. Сульфус, как всегда, оказался на высоте. Ты имеешь в виду в низине? Как же хорошо я сегодня поработал. Только потому, что ты провел эту глупую девчонку-ангела? Ее зовут Раф. Раф? Ты ее теперь по имени называешь? Мы должны знать наших противников, да, профессор? Совершенно верно, Сульфус. Но пойди займись делом. Я не провалю экзамены. Не волнуйтесь, профессор. А что касается этого ангела, то она пожалеет, что попала на Землю. Но я не буду терять времени на разговоры. Какой он все-таки странный. И что за чудная перчатка, которую он вдруг стал носить? Эй, помогите! Сульфус, держись, я иду! Почему она не отмывается? Привет! Ангелы! Этот, эээ... Что за привет? А это типа мы в ее... Это переход был типа в ее школу? Да-да-да. Этот, эээ... Таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран. Какая-то... Какая-то... Что за метка? Нет, какой-то кринжовый урок тебе не показался так. Почему? Я не знаю, прикинь... Ну, это же показывает нам, что демоны плохие. Да, но это просто максимальная бесполезность получается. Она стоит... Училка стоит, распинается там, предположим, 40 минут. И потом хвалит всех за то, что они ничего не делают, и не слушают ее. Да, да. Так а смысл тогда этого всего? Она реально, она говорит, я буду вам 40 минут рассказывать, вы 40 минут меня не слушаете, Я в конце урока подхвалю вас, что вы 40 минут меня не слушали. Я потратила свое время 40 минут, и меня никто не слушал. Но вообще, это во. Так тебя убери из этого уравнения. Они также могут 40 минут музыку в кайфе от себя послушать, ничего от тебя не услышат, и будут тоже такие же молодцы. Смысл тут какой? Никакого. Так и что? А это вот... Это тот самый препод, который в универе делает вид, что он работает, он ничего не делает и получает зарплату. Это вот мертвые души, они числятся как сотрудники, а их даже в универе не видно. Ну это же преподает. Преподает, просто я не слушаю. Я не удивлюсь, если она сейчас реально 40 минут сидела просто, да, и в конце решила встать чисто на камеру. Она увидела, что мы такие подъехали ее снимать. Такая, сейчас 2 минуты, я сделаю вид, что тут болтаю, чему-то учу их. Вот, встала, поболтала, и такая, вообще, все красавцы. А сама сидела все это время. Цульфус, ты по мне скучал? Неужели ты думал, что так легко от меня делаешься? Не думал. Я люблю смотреть на то, как ты проигрываешь. И просто... Они что, она в него в школу пришла, или он в ее? Ну, судя по обстановке, это ее. Возможно, какая-нибудь нейтральная территория. Просто обожаю видеть тебя, злой. Отлично, мистер плохой мальчик. Похоже, тебе пора преподать урок. Прости, ангелочек, но уроки у меня нет времени. Отлично, Джейкоб. Хорошо нырнул. Тебе бы в цирк. Что вы ко мне привязались? Ты слышал, что сказал Дарриус? Продолжай тренироваться. Отлично. Но это не честно. Трое против одного. Дай подумать. Ты можешь их оштрафовать. Ну, наконец-то. Эндрю поможет бедняжке. Посмотрим. Эй, Эндрю. Давай покажем этим хулиганам. Не выйди, Джейкоб. Никто не смеет нас тронуть. Тем более ты. Я... Эндрю, мы же друзья. Давай, Эндрю. Нет, мне надо идти, я спешу. Ага, отлично. Вот видишь? В этот раз я победил еще до начала битвы. Я за честное соревнование. Ты правда этого хочешь? Пойдем в комнату состязаний. Там мы решим, кто из нас получит доступ к душе Эндрю. Ну, если ты так хочешь это выяснить, пойдем ко мне домой. Добро пожаловать в северный город. Тут у нас огонь, вода, легкий аромат серы в воздухе. Я не могу в это поверить. Ты действительно переделал комнату соревнований в город демонов? Я же сказал тебе, что приведу тебя к себе домой. Комната для соревнований теперь город демонов. Твой город такой же ужасный, как и ты. Какая же ты остроумная. Ты меня сюда... Они, типа, всегда... Вот у них много таких комнат соревнований? Или она одна, и это просто они злоупотребляют, постоянно ей пользуются? Мне кажется, это как в Винкс. Есть комната симуляции. Да, да, я понял. Это то, что они там вот в прошлый раз... Ну, наверное, типа, тренируются так, возможно. В прошлый раз они серфинг там гоняли, сейчас вот здесь просто слишком часто как будто они сюда загоняют. И они сюда гоняют каждый раз, чтобы определить, кто получит доступ к душе Эндрю. Ну, я не знаю, можно проще сделать, ребят. Просто чередуйтесь, нет? Зачем вот эти вот каждый раз соревнования? Да болтать позвал. Поболтать я и с подружками могу. Ну, хорошо, ангелочек мой, хватит болтать. Давай посмотрим, на что способны твои крылья. Итак, если ты хочешь, чтобы Эндрю принадлежал ангелам, ты должна обогнать меня. И все? Смешно. Да у тебя крыша поехала. Я летаю намного быстрее тебя. Посмотрим. Скоростные крылья. Познакомься с моим новым другом. Только не завидуй ему, ладно? Ха-ха-ха-ха-ха. Эй, да это не честно. Нельзя менять правила посередине игры. Да ладно тебе. Я хочу посмотреть, как быстро этот дракон тебя растерзает. Я не смогу лететь так долго. Надо продолжать, на меня покидают силы. Что же делать? Что делать? Раф. Я должна быть сильной. Я должна сделать это ради Эндрю. Я его ангел-хранитель. Я должна уберегать его от азла. А теперь... Что может быть? А теперь... Каменная защита. Я больше не могу. Но если ты попала в серьезную передрягу, зови нас, и мы тебе обязательно поможем. У меня есть девиз. Друзья-ангелы всегда вместе. Теперь я знаю, что делать. Друзья-ангелы! Они тут как оказались? Это что-то... Они услышали ее крик. Бэт-сигнал в небо только что был пущен. Бэтмен, ты нам нужен! Прилетели сразу два. Нет, это... Это же... Ну вот, типа, это же симуляция, это комната, я так понимаю. Тут какая-то четыре стены, грубо говоря, где они вот делают виртуальный мир, да? То есть, они должны были около двери, как минимум, стоять, чтобы это услышать, чтобы сюда прийти. Они мимо по коридору проходили. И услышали. Забежали в эту симуляцию. А где дверь открытая? Не, 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 они же сразу откуда-то прилетели. Как они это вообще подвязали сюда сразу? Да она вообще такая, я подумаю о них, и они это почувствуют. Я ангелов. И они такие, сразу прилетели. А так это тоже... Она... Вот это что? Она говорит, я за честное соревнование, там какого-то шпендика сейчас только что в бассейн кидали. Три против одного. Она говорит, я за честное, чтобы один на один, так нечестные их трое. И сама, сама сейчас берет против... Как его? Сельфурус? Сульфурус? Как его зовут? Сульфурус. Демона вот этого. Против демона втроем вылетает. Говорит, а мы с подружками тебя отпинаем. Они не против демона, не против дракона. Всегда вместе! Как она это сделала? Я сам в шоке, братан. Вы пришли мне на помощь. Мы же обещали, не правда ли? Фу, ну и манеры. Кошмар! Ты летала с драконом на перегонки? Нет, Сульфус и я летали на перегонки. Он соврал про дракона. Какой же он отвратительный. Чего же еще ожидать от черта? Не волнуйся, займись своим противником, а мы возьмем на себя эту большую ящерицу. Успокойся, ладно? Я тебе покажу, Рэйк. Магия сладостей. На своем месте я бы заткнула уши. Это муза. Нифига себе, она и... Что за сила была? Она испепелила дракона. Он на атомы распался. От него даже клыка... Даже зуб не остался. Мы сделали это. Черт возьми. Раф, ты еще не выиграла. Ты должна... Обогнать тебя. Но трое против одного, так нечестно. Ну а штрафуй меня. Хм, ну хорошо. Эндрю пока твой. Но я его отвоюю обратно. Помяни мое слово. Я выиграю. Малаки. К вашим услугам, миледи. Я хочу ее слезы. Не вздумай возвращаться с пустыми руками. Какая-то паучиха. Ангелы. А что нам даже эту разборку за этого не показали? За школьника. За этого. За смертного. Я думал, как в прошлой серии. Сейчас сначала мы инициативу определяем. Потом еще со школьником что-нибудь приходится. Они сейчас выиграла главная героиня. И портрет, по сути, должен поменяться на хорошую. Нет. Это не так работает. А как? Когда пацан смертный делает добрые или плохие дела. Вот когда в следующем поступке он поступит хорошо, тогда портрет на хорошую поменяет. А толку тогда от этого было? От этого? Они инициативу определяют, кто будет с ним взаимодействовать. В прошлый раз выиграл демон, и он и поэтому к нему пришел. А та не могла вмешиваться. Все, я поняла. Теперь она будет действовать, а он не будет вмешиваться. А тот не будет вмешиваться, да. Все ясно тогда. Что, как? Ну, прикольно. Ну, пока да, такое, конечно. Необычно. Кринжово. Но как-то все равно есть что-то в этом. Мне не нравится. Мне вот два момента очень сильно не нравятся. Первый – это сведение звука отвратительно. Ангелы. Местами. Ну, реально. А второй – это странная анимация рта, наверное. Потому что они вот так. Я говорю, это компьютерная игра, знаешь, когда задержка. И потом они начинают болтать. Или до этого начинают болтать. Некоторые вообще моменты звука здесь вообще пропущены. На нее она увидела дракона, она такая, типа, офигела, да, там должно быть какое-то удивление в голосе. Она такая, открыла рот. А дублер тишину сделал. Вообще ноль звука какого-либо. И ты просто смотришь, как она открывает рот и молчит. И я такой, ну, классно. Мы такие, ну, тут она должна была удивиться. Да, и вот эти вот моменты со звуком пока что, наверное, главный косяк. Потому что было бы вот здесь с анимацией рта и со звуком покруче. Было бы прям вообще хорошо, на самом деле. Вот как-то так. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал. Подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий. Пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в телеграмму, ставь общение на онсо. Подписывайся на бустеры, а не доступ к эксклюзиву. И увидим с тобой в следующих телек. Всем пока. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok